Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Один украинский военнослужащий погиб, один был ранен за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В частности, по данным штаба операции объединенных сил из артиллерии и тяжелых минометов, боевики били в районе Лебединского и Водянова. Всего по позициям украинских войск было выпущено 85 снарядов и мин. На других рубежах использовали гранатометы, стрелковое оружие. По данным украинской разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и трое ранены. С полуночи 26 февраля на Донбассе сохраняется режим тишины. Месяц под стражей. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику генштаба ВСУ Владимиру Замане. Он пробудет под арестом до 27 марта 2019 года. Сразу после судебного заседания Владимира Заману взяли под стражу. Обжаловать решение суда его защитники могут в течение пяти дней. 25 февраля по подозрению в государственной измене был задержан бывший начальник генерального штаба ВСУ Владимир Замана. Его обвиняют в сокращении личного состава воинских частей, фактическом уничтожении ПВО, что привело к снижению обороноспособности страны. Сам Владимир Замана обвинение опровергает, по его словам, в качестве начальника генштаба он сокращал только ненужные подразделения. Оркестры, всякие вспомогательные части и так дальше и тому подобное, которые просто балластом висели на вооруженных силах. А воевать некому. Мы же не оркестрами воюем, а боевыми военными частями. Мой папа лучший, скучаю по тебе, ты мой герой. Фотографии с такими подписями появились на фасаде посольства Украины в Польше. Эта выставка «Взгляд будущего» на портретах изображены дети, родители которых погибли на фронте, защищая Украину. Под каждой фотографией высказывание детей об их отцах и о войне. Мы сделали это для того, чтобы жители Варшавы и все те, кто проходит мимо посольства, обратили внимание на эти молодые лица, эти светлые глаза, могли прочитать выражение этих детей, которые потеряли самое ценное – своих родителей. Мы сделали это для того, чтобы люди могли задуматься над тем, к чему приводит война, и чтобы мы понимали, что мы должны как можно быстрее ее завершить. Новые санкции против Венесуэлы ввели Соединенные Штаты. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. В санкционный список попали четыре губернатора Венесуэлы. Отмечается, что они блокируют доставку критически важной гуманитарной помощи, что усугубляет гуманитарный кризис в стране. Поэтому ведомство США решило заморозить их активы. Сегодня по инициативе США ситуацию в Венесуэле обсудят в совбезе ООН. Заседание начнется в 22 часа по Киеву. За шесть лет правления Николаса Мадуро Венесуэла оказалась в глубоком экономическом и гуманитарном кризисе. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и рабочих мест. Однако Мадуро отказывается принимать международную гуманитарную помощь, называя это вторжением в страну. 23 января на фоне масштабных антиправительственных протестов временным президентом объявил себя Хуан Гуайдо, лидер оппозиции и спикер парламента. Его признали США, Канада, Евросоюз и ряд других государств. Они призывают Мадуро уйти в отставку. При этом Иран, Китай, Сирия, Турция и Россия режим Николаса Мадуро поддерживают. Масштабная авария в Канаде. 70 машин столкнулись на трассе на юге провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал Сити Виньюз. Причиной ДТП стал сильный снегопад и плохая видимость на дорогах. Среди столкнувшихся автомобилей также был бензовоз, из-за чего на дорогу вылилось 500 литров дизельного топлива. В ходе аварии никто серьезно не пострадал и незначительные травмы получили 11 человек. Тысячи транспарантов и усиленные меры безопасности. Вьетнамская столица готовится к встрече президента Соединенных Штатов и лидера Северной Кореи. Это второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ина. Он начнется уже завтра. О последних приготовлениях расскажет Инна Касинская. Развешивают флаги, сажают цветы и разучивают ламбаду. Эти танцоры тренировались около двух месяцев, чтобы отточить движение к предстоящему саммиту. Смысл этого выступления в том, что, во-первых, мы хотим приветствовать Кима и Трампа в Ханое. В первой части танца хотим воссоздать первый саммит в Сингапуре, а во второй части хотим сказать, что надеемся, что саммит во Вьетнаме пройдет хорошо. В дни саммита во Вьетнаме обещают дождь. Защититься от непогоды помогут Нон Ла – шляпы из пальмовых листьев. Если два лидера захотят выйти на улицу, я думаю, каждому из них необходимо иметь такую шляпу от дождя. Готовятся к саммиту и другие предприниматели. Владелец ресторана, где главное блюдо фо – суп с лапшой, надеется накормить обоих президентов. Если они захотят попробовать фо, я буду искренне благодарен и очень рад. После сытного обеда лидеры могут попробовать традиционный яичный кофе. Во времена войны во Вьетнаме достать молоко было трудно, поэтому Нгуэн Ван Зианг, отец владельца этого кафе, заменил молоко яйцом. Возможно, Трампу понравится сладость этого напитка, и он немного смягчит его сердце. То же самое и с Ким Чен Ином. Думаю, кофе сделает его счастливее. Я думаю, кофе может принести мир во всем мире, если только лидеры попробуют его. Местные бары к саммиту придумывают новые коктейли, к примеру, как этот. В основе напитка – итальянский коктейль «Негрони». Обычно его готовят из вермута, джина и кампари. В новой интерпретации джин заменили на корейский ликер «Соджу». Менеджер бара надеется, что напиток может облегчить переговоры. Я надеюсь, что делегации приедут сюда, чтобы попробовать коктейль, насладиться им, и после этого им будет гораздо легче общаться. Сделать прическу, как у Дональда Трампа или Ким Чен Ина, предлагает владелец местного барбершопа. Говорит, больше популярностью пользуется стрижка северокорейского лидера. Мне очень нравится эта стрижка, потому что с ней люди думают, что я вылитый лидер Северной Кореи. Однако смельчаки, готовые перекрасить волосы в светлый цвет, тоже нашлись. Прическа Дональда Трампа выглядит потрясающе и отлично подходит к моему возрасту. Встреча лидеров США и КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля. Впервые они встретились в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда подписали соглашение и договорились совместно работать над денуклеаризацией корейского полуострова. На этот раз Вашингтон добивается от Пхеньяна конкретных шагов по сворачиванию ядерных и ракетных программ. Инна Косинская, UATV. Крупнейшую украинскую солнечную электростанцию запустили в Днепропетровской области. Проект профинансировал украинские инвесторы и китайские инвесторы. По мощности электростанция входит в тройку крупнейших в Европе. 750 тысяч солнечных панелей разместились на 400 гектарах земли возле села Старозаводское Днепропетровской области. Эта земля непригодна для сельского хозяйства. Долгое время здесь добывали руду. В апреле прошлого года здесь начали возводить крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Его выдача мощности по проекту должна быть составлять 246 мегаватт. Данный проект, насколько мы знаем, является крупнейшей солнечной электростанцией на Украине. Является третьей солнечной электростанцией по масштабности в Европе. В нашей компании большой опыт строительства солнечных электростанций в различных странах мира. Но этот проект самый крупный, поэтому является большим вызовом для нас. Мы намерены и дальше развивать зеленую энергетику, ведь это очень перспективное направление. Электроэнергии, которые будет вырабатывать солнечная станция за год, хватит, чтобы обеспечить электричеством два города с населением до 200 тысяч человек. Кроме этого, она принесет десятки миллионов в местный бюджет. Ввод в эксплуатацию данного объекта принесет местным громадам дополнительные налоговые отчисления. Порядка 20 миллионов гривен составит отчисление ежегодное налоговых поступлений. Также предусмотрена с местными громадами программа социального партнерства. Это 10 миллионов гривен, которые мы будем инвестировать в развитие социальной инфраструктуры. Сейчас электростанция работает в тестовом режиме. На полную мощность ее планируют запустить в марте. Евгений Павленко, Евгений Каденцов, Днепропетровская область, UATV. Сайт канала uatv.ua. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с UATV. Спасибо, что вам интересно. Украина! Субтитры создавал DimaTorzok